Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы определим, что такое проективное пространство. А главное – обсудим, зачем оно нужно. Проективное пространство – это очень важное математическое понятие, но на первый взгляд оно выглядит странно. Поэтому я сначала дам самоопределение, а потом приведу несколько мотивирующих примеров и точек зрения на проективное пространство. Есть два способа определять проективное пространство. Исторически использовался аксиоматический подход, особенно когда речь шла о проективной плоскости, то есть проективном пространстве размерности 2. Мы, однако, подойдем со стороны линейной алгебры, потому что линейную алгебру мы уже хорошо знаем и было бы, естественно, ее использовать для того, чтобы определить и изучить проективное пространство. Давайте я напомню основных персонажей из линейной алгебры, которые у нас были. У нас было понятие векторного пространства над полем, но мы сегодня будем использовать не просто векторное пространство, а координатное векторное пространство. Напомню, мы его обозначали Fn – это координатное векторное пространство над полем F. Про его элементы можно думать как про наборы из из N чисел. Мы их называем векторами. И это будет важно. Мы по-прежнему будем различать векторы и точки. Элементы координатно-векторного пространства – это векторы. Наша геометрическая интуиция, она скорее работает с точками. То есть мы в первую очередь думаем про точки, а векторы уже вторичный продукт. И такое понятие в линейной алгебре у нас тоже было. Мы определяли афинное пространство, элементы которых – это точки. Чтобы не путать с координатным векторным пространством, я афинное буду обозначить буквой А. Хотя технически элементы афинного пространства тоже можно записывать как наборы из N чисел, то есть элементов поля. Я не буду повторять строгие определения афинного и векторного пространства, но если вы их не помните, то очень советую вам прочитать в любом учебнике, который вам больше всего нравится. Элементы афинного пространства – это точки. Это хорошо согласуется с нашей школьной интуицией. В школе изучается плоскость, которая состоит из точек, а с другой стороны изучаются также и векторы. Они еще называются направленными отрезками. То есть, по сути, чтобы задать вектор, нам нужно задать две точки – начало и конец. Но при этом векторы считаются равными, если получаются друг из друга параллельным переносом. Если перейти на более линейный алгебрический язык, то векторное пространство состоит из векторов, которые все торчат из одной точки. То есть мы их никуда не переносим. Они все сидят в одной и той же точке. Афинное пространство состоит из точек. Эти точки могут сидеть в совершенно разных местах. Теперь, если у нас есть две точки, то мы можем сопоставить им вектор. А именно нужно сказать, какая точка – начало вектора, какая конец. После этого мы можем сказать, что два вектора на самом деле равны, хоть они вроде бы в разных местах плоскости расположены. Они равны, если они являются сторонами параллелограмма и сонаправлены при этом. Например, вот эти вот два вектора равны, потому что можно всю эту картинку достроить до параллелограмма. Спрашивается, зачем нам что-то еще? У нас есть векторное пространство, есть афинное. Зачем нам еще проективное пространство? Тут можно привести много разных мотиваций, но для начала я напомню такой факт из школьной планиметрии. В школьной планиметрии приходится различать два случая. Если у вас есть две прямые, то они либо пересекаются, либо не пересекаются. Во втором случае говорят, что они параллельны. Так вот, проективная плоскость, в отличие от афинной, она однородна, если смотреть на пары прямых. На ней любые две прямые пересекаются. То есть вам не нужно делать постоянные оговорки, которые приходится делать в теоремах планиметрия. Мы об этом еще поговорим поподробнее сегодня. Отдельно рассматривать случай, когда какая-то пара прямых пересекается, отдельно рассматривать случай, когда эта пара не пересекается. На проективной плоскости все пары прямые в каком-то смысле ведут себя одинаково. Они пересекаются. Ну давайте я теперь дам строгое определение, а потом мы обсудим, зачем это определение нужно и какая от него польза. На первый взгляд определение довольно странное, но зато с ним не сложно работать. Поэтому давайте я сначала дам определение, а потом мы обсудим, что оно на самом деле геометрически означает. Я определю проективное пространство размерности n над полем f. Обозначать мы его будем fpn или, когда ясно о каком поле речь, мы f будем опускать и просто писать pn. Значит, что такое проективное пространство размерности n? Это множество классов эквивалентности. Чтобы говорить о классе эквивалентности, нужно сначала задать некоторое большое множество, а потом задать на нем отношение эквивалентности. Большим множеством будет координатное пространство размерности n плюс 1. Это важно. Из которого мы выбросили нулевой вектор. То есть мы рассматриваем только ненулевые векторы. Да, я замечу, что чтобы определить n-мерное проективное пространство, нам нужно рассматривать n плюс одномерное векторное координатное пространство. Значит, мы рассматриваем классы эквивалентности в координатном векторном пространстве относительно такого отношения эквивалентности. Мы сейчас скажем, когда два вектора ненулевых мы считаем эквивалентными. Значит, я напомню, что векторы в координатном векторном пространстве это просто наборы чисел, наборы элементов поля. Поскольку размерность n плюс 1, то набор будет состоять из n плюс одного числа. И традиционно первое число обозначает x0, второе – x1 и так далее. n плюс первое обозначает n. То есть я замечу, что здесь выписано n плюс одно число. Значит, тут на самом деле n плюс 1 скаляр. Значит, в каком случае такой набор эквивалентен другому набору? Если второй набор получается с первым умножением на ненулевой скаляр. То есть есть некоторое ненулевое λ, одно и то же для всех координат. Когда мы на него умножаем, мы получаем новый набор координат, но мы говорим, что он эквивалентен старому. Значит, здесь λ – это ненулевой скаляр. То есть ненулевой элемент поля. Значит, у нас есть отношение эквивалентности. Конечно, нужно проверить, что это действительно отношение эквивалентности, что оно симметрично, рефлексивно и транзитивно. Это я оставляю в качестве упражнения. А дальше мы рассматриваем классы эквивалентности. Значит, тут полезно ввести такое обозначение, исключительно употребительное. Класс эквивалентности, то есть точка в проективном пространстве. Мы вместо класса эквивалентности будем употреблять термин точка. И обозначать мы будем класс эквивалентности, содержащий вектор x0, x1 и так далее, xn через такой же набор, но будем ставить вместо запятых двоеточия, чтобы подчеркнуть, что это именно класс эквивалентности. То есть мы рассматриваем все наборы на самом деле, которые из данного получаются умножением на какое-то ненулевое число. То есть, иными словами, все пропорциональные друг другу наборы. Это очень важное обозначение, которым мы будем постоянно пользоваться. Это было определение проективного пространства, а в следующем фрагменте мы постараемся придать этому определению геометрический смысл. Вершソнтро Вершソнтро